Добрый день, уважаемые коллеги. Рады вас приветствовать в пресс-центре информационного агентства «Интерфак Северо-Запад». Сегодняшняя наша пресс-конференция посвящена итогам научно-исследовательских экспедиций фонда имени Миклуха Маклая в регион Маданг и на озеро Кутубу, Папуа, Новая Гвинея. Прежде чем я вам представлю наших участников, хотел бы напомнить вам некоторые организационные моменты. Свои вопросы вы можете присылать во время пресс-конференции в приложениях WhatsApp и Telegram по номеру телефона, который был указан в анонсе мероприятия для аккредитации. Большая просьба только подписываться, указывая свое издание и полное имя. Вопросы мы принимаем до 12 часов 30 минут. Итак, пресс-конференция посвящена итогам научно-исследовательской экспедиции фонда имени Миклуха Маклая в регион Маданг и на озеро Кутубу, Папуа, Новая Гвинея. В пресс-конференции участвует руководитель и основатель фонда имени Миклуха Маклая, президент Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института Востоковедения РАН Николай Николаевич Миклуха Маклая. Ученый-секретарь Ассоциации исследователей стран Южно-Тихоокеанского региона, старший научный сотрудник Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона София Евгеньевна Поле. И с нами на прямой связи директор Института Востоковедения Российской Академии Наук Олегбер Колобекович Олегберов, а также заведующий кафедрой истории и культурологии Санкт-Петербургского государства Морского технического университета профессор Александр Яковлевич Массов. Он будет у нас в записи, так как находится сейчас не в Петербурге, у него нет качественного интернета. И мы попросили заранее записать его выступление. Итак, я сразу хочу предоставить слово Николаю Николаевичу Миклуха Маклаю. Расскажите, пожалуйста, вы два дня назад вернулись из Папуа-Новой Гвинеи, проведя там целых два месяца. Насколько насыщенными были эти ваши новые экспедиции? Спасибо большое за возможность. Нажать. Спасибо за возможность представить и рассказать об этих невероятно интереснейших экспедициях. Но помимо всего прочего, что они интересны, в ходе экспедиции в Маданг мне удалось собрать уникальный материал, который позволяет нам посмотреть и проследить изменения за последние годы. И с тенденцией, начиная с времен, когда Николуха Маклай изучал этот регион, поскольку я взял шеститомное собрание сочинений с именно теми интересными иллюстрациями, фотографиями, информацией о тех деревнях, которые я посетил. И также была вторая часть экспедиции, это уже четвертая экспедиция, поскольку третья экспедиция была у нас в мае, а в июле была уже четвертая экспедиция на озеро Кутуба. Это Южная Нагорье, совсем другой регион, другие традиции, возможность посмотреть, каким образом были захоронения черепов и какие были сейчас тенденции в развитии этого региона. Все это дело я сегодня, конечно, представлю, но я должен вам сказать, что это продолжение традиции исследования этого региона, которое началось в Российской Академии Наук, еще и благодаря именно тому, что у нас сейчас развивается Центр, Центр изучения Южно-Тихо-Кианского региона, представляется возможность в дальнейшем опубликовать эти работы именно как научную работу и представить уже в виде документального материала, в виде материала в фильмах. Сегодня я об этом во всем расскажу. А началась эта работа, вы стали говорить? Работа в советское время продолжилась после экспедиции еще Миклуха Маклая 150 лет назад, еще во время Российской империи. И, соответственно, сейчас она продолжалась и в Институте Востоковеднии, и в других институтах, Институты Этнологии и Антропологии. И экспедиции эти были в 70-х годах, в 70-х годах того столетия. То есть в ходе именно истории, новейшей истории России, именно Центр изучения Южно-Тихо-Кианского региона и фонд имени Миклуха Маклая занимаются экспедиционной работой в этом регионе очень активно. В 2017 году была первая экспедиция, это позволило и провести, и наладить научные связи с островным государством, ну и возродить научные исследования, поскольку и тогда мы ездили с группой ученых, и в настоящее время продолжаю эту работу по изучению этого региона, который исключительно важен. Он на нашей планете занимает достаточно значимое место, несмотря на большую удаленность. Это необходимое право продолжения исследований, которые были начаты нашими ученым. Без полевой работы, конечно, невозможно пополнять новыми знаниями, и поэтому эта экспедиционная работа, она достаточно важна не только для моей персональной работы, но, я надеюсь, и для тех ученых, которые исследуют, занимаются этим регионом. Экспедиция, которую проводит Николай Николаевич Миклуха Маклая-младший, это уже третья экспедиция на Пакуановую Гвинею. Она организована фондом имени Миклуха Маклая и преследует целый ряд целей. Во-первых, это цели научные. Во-вторых, это цели поддержания контактов гуманитарных, прежде всего, между Россией и Пакуановой Гвинеей. И в-третьих, что не менее важно, это показать такое приветливое отношение России к жителям коренным Пакуановой Гвинеи и к этому государству. Тут ведь надо сказать, что отношения между русскими и жителями Пакуановой Гвинеи насчитывают уже больше полутора веков. Миклуха Маклая, старший, который путешествовал по островам Океане, он прожил на Новой Гвинеи с 1871 года по 1872, он заложил прочные основы для отношений, ну, таких, что ли, доброжелательных отношений между русскими и коренными жителями Новой Гвинеи. И очень ценно, очень важно, что фонд Миклуха Маклая поддерживает вот эту традицию, которая, кстати сказать, не прерывалась и в советские времена, были и советские экспедиции на Пакуановую Гвинею. Да, добрый день еще раз, коллеги. Я хотел сказать, что Институт Остоковедения имеет давние традиции исследований Южно-Тихоокеанского региона, и в том числе Папуановой Гвинеи. И на самом деле на основе этих материалов создаются книги, статьи пишутся. Мы совершаем, прежде всего, конечно, все экспедиционные исследования. Они имеют такую явно прямую цель обеспечить страну фундаментальным исследованием в самых различных областях знания. В данном случае это скорее антропологические исследования. Зачем это нужно? Если кто спросит, я хочу сказать, что сегодня мир очень сложный, он меняется. А в данном случае Папуановой Гвинеи – это особая область. Почему? Потому что изучая культуры, которые находятся на определенных стадиях развития традиционных обществ, мы их называем традиционными обществами, мы изучаем тем самым очень фундаментальные, важные научные проблемы, касающиеся в том числе наших обществ, потому что архаика, она существует, особенно в культурно сложных обществах. Для понимания каких-то вещей важно понимать какие-то базовые архетипы. И вот исследование, которое проводит Николай Николаевич, это как раз обеспечивает нас знаниями вот такого первичного уровня, очень важными, которые не всегда мы понимаем, зачем они нужны. Это не только для статей, не только для книг, а для понимания, в том числе понимания себя самих. И каждое общество, каждая культура самоцельна. И изучая эти культуры, мы понимаем, мы и себя тоже каким-то образом, свой путь и взаимоотношения в том числе, потому что для взаимоотношений, для сотрудничества необходимо понимание. И мы это понимание обеспечиваем в том числе через антропологические исследования, через этнографические. И, следовательно, экспедиции, полевые исследования Николая Николаевича Николуха Маклая, который вот сидит сейчас перед нами, они имеют огромное значение, о чём было уже указано предыдущими. Вступавшими людьми от себя хочу добавить, что эти экспедиции играют просто колоссальнейшую роль, и они благодаря цифровизации, опять же, останутся уже теперь навсегда в нашем сознании, в нашей памяти. Дело в том, что Папу Новогвинейцы – это люди, которые соблюдают свои традиции с огромнейшим уважением к своим традициям и с любовью. Дело в том, что берег Маклая, который сегодня называется Рай-Пост, куда ездит Николай Николаевич с экспедициями, он имеет культурно-историческое значение. Это, на самом деле, можно сказать, памятник истории культуры для Папу Новогвинейцев. Там остаются русские слова – кукуруза, арбуз, топор, в конце концов. И приезд Николая Николаевича был отпразднован с огромными торжествами и так далее. Во-первых, большое спасибо, я считаю, достаточно значимым. Большое спасибо и Олегу Перкова, и Александру Яковлевичу, и Софии Евгеньевне за то, что приняли участие в этой конференции, поддержали и объяснили важность именно для науки. Теперь мне бы хотелось поделиться своими впечатлениями, потому что научные статьи и итоговые книги будут, конечно же, опубликованы чуть позже. Обработка и подготовка материала была собрана достаточно значимая. Я впервые в этом году было проведено исследование сразу же в десяти деревнях. Цель исследования была изучение влияния интернета, каким образом меняются традиции. Мы говорили, сейчас София Евгеньевна рассказала о том, что встречали меня очень торжественно, но это встречали в прошлой экспедиции. А в эту экспедицию я поехал один и специально тайком, чтобы таким образом приехать, как свой человек, чтобы именно не вторгаясь, не меняя уклада жизни, посмотреть на то, как происходит весь быт, без того, чтобы действительно мне делали специальную пантомиму. Просто в реальную жизнь. И когда я оказался в этой жизни, выяснилась достаточно интересная ситуация. Во-первых, у меня был в руках уникальный источник. Тот источник, которым не обладает ни один институт мира, ни один ученый, это источник записи самого Николана Николаевича Николуха Маклая об этих десяти деревнях. Я посетил и открыл эту книгу, которая была издана фондом имени Николуха Маклая и институтом востоковеднии, и учеными, которые до этого работали советскими. И перелистывая ее, демонстрировал эти рисунки, показывая, как жизнь и быт был 150 лет назад. Это поразительная, уникальная ситуация, когда они узнавали своих соплеменников, когда они узнавали своих родственников. Во-первых, миграция практически незначима в этом регионе. Во-вторых, действительно, сохранение традиций. Эти традиции сохранились, но они точно так же и трансформировались. Безусловно, мир меняется, и Папу, и Новая Гвинея действительно под влиянием глобализации. Так вот, под каким? Я предполагал, что, конечно же, влияние интернета, влияние того, что ты открываешь гаджет и начинаешь смотреть, достаточно значимо. Но так получилось, что фактически исследовав 10 деревень, описав абсолютно каждую хижину, а я работал совместно с моими друзьями-папуасами, совместно с моими друзьями-папуло-новогвинейцами, разбились на группы. Я, как Тама Боро, это бигмен, имел право и возможность просить и требовать в некоторых случаях определенной слаженности в работе. Мы описали каждую хижину, состав семьи, каким образом устроено хозяйство, сколько людей. Никто это еще не сделал за весь этот период времени. Это ценная информация, которую я сейчас буду обрабатывать. Помимо всего прочего, чем они занимаются, как влияет интернет, сколько компьютеров. Так вот, из 10 деревень порядка 5 компьютеров, которые они используют, и порядка 10 гаджетов, которые могут пользоваться. И влияние интернета не может осуществиться, потому что эти гаджеты достаточно значимо и дорогие, и никаким образом это не происходит. И мне тем самым повезло. Я зафиксировал. Разумеется, это изменится. Разумеется, цена этих гаджетов будет дешевле и доступна, и они будут получать определенную информацию более интенсивно. И мне удалось вот именно на этой грани, грани того, когда это произойдет, зафиксировать весь этот конкретный быт перед той ситуацией, которая может произойти с Папуло-Новой Гвинеей, как страной очень серьезной, развивающейся и очень интересной. Как мы говорили о Папуло-Новой Гвинеи, 2 секунды, буквально справка. За последние 4 месяца лидер Соединенных Штатов, лидер Франции, лидер Индии и лидер Китая встретились лично с премьер-министром Джеймсом Мараппо. Они приехали, и они заинтересованы в сотрудничестве. Дальше это уже вопросы экономические, дальше это вопросы уже политические. Это уже те моменты, которые позволят через некоторое время изменить инфраструктуру, получить инвестиции, получить возможность развития в этом регионе. И здесь, конечно же, очень важно понимать, что сама по себе дипломатия, она выстраивается очень часто на понимании этих культурных связей. Меня спросили, кто вы, Николай Николаевич, этнограф, кто вы дипломат, кто вы человек, который занимается чем вот в этом всем. Я вам откровенно скажу, я занимаюсь тем, чтобы изучить традиции, культуру этого народа с целью того, чтобы понимать, какие процессы происходят в этом государстве, как оно устроено и каким образом можно с этим государством взаимодействовать, исходя из понимания того, как эти люди живут. Очень часто мы сталкиваемся с традициями, которые мы считаем неприемлемыми для нас. Ну, с какой стати мы должны идти со своими традициями в ту страну, в которую мы даже и не знаем. И вот, например, мы знаем о Папу Новой Гвинеи, иногда в прессе возникает информация о том, что это небезопасное государство. Вот, например, австралийский профессор был недавно задержан, и смотрите, киднеппинг, из него просили деньги. Ничего себе! Какой страх Божий! Боже мой, бедного австралийца задержали! Так, извините, он пришел не на свою землю, со своими традициями, и он даже не знал, что он должен заплатить. Да, если ты приезжаешь в Папу Новую Гвинею, и ты должен согласовать, куда ты приезжаешь, к этому племени, и согласовать эти подарки или же какую-то плату за посещение их земли, не его земли. Но, извините, к чему удивляться? И если, например, я был в том же самом месте, а я посетил озеро Кутуба, Южное Нагорье, это впервые уже была новая экспедиция, в то место, которое вот как раз описывалось как самое денджерос, как самое опасное, у меня были налажены прекраснейшие связи. Все получили то, что хотели от меня, а я получил еще больше от каждого из них. Я получил информацию о всех легендах, о всей традиции, об устройстве общества, о том, каким образом взаимодействуют политики с этим регионом. Я получил информацию об инфраструктуре, я получил информацию от старейшин и от магов, которого единственное осталось в этой деревне. Я получил информацию обо всем этом, записав это как на свой видеодневник, который в ближайшее время будет опубликован. Я сделал около 500 маленьких шот дневников, которые я опубликую с целью того, чтобы можно было не только ученым, а и людям познакомиться, как происходит этот процесс. И, конечно же, если ты знаешь и изучаешь это, понимаешь, что ты должен быть терпим не просто к традициям, а немножечко терпим к тому, что существует другое восприятие мира, и посмотреть можно с другой стороны на этот мир, то тогда ты начинаешь уже определенным образом взаимодействовать. Моя встреча с премьер-министром была в самом начале, и по окончанию он пригласил меня на завтрак, парламентский завтрак, который происходит утром. И во время этого завтрака мы проговорили. Во-первых, мы должны понимать, что в нынешней геополитической ситуации пригласить того, кто организовывает и работал и с послами во время взаимодействия и работал по организации визы. Так что мы понимали, фонд имени Миклуха Маклая организовывает точно так же и визовую поддержку для россиян, которые хотят туда поехать. Так же и как возможности безопасного посещения страны. В первую очередь за счет того, чтобы инструктировать людей, каким образом и как себя вести, и где можно получить массовое удовольствие от этой страны, от того, что ты ее посещаешь. И, соответственно, при этой встрече, а эта встреча была в окружении всех губернаторов, я считаю, что это смелость его стороны поступок, он высказал самое главное. Вы помните, Николай Николаевич, папа в Новогвинея имеет свой девиз. Друзья всем, враги никому. И ваш предок когда-то боролся за нашу независимость, боролся за то, чтобы воспринимали нашу культуру, а не уничтожали. И мы хотим поддержать вас и все, что связано непосредственно с Россией, для взаимодействия в экономической сфере. И здесь у нас открывается эта возможность. Помимо всего прочего, получилось согласовать благодаря вот этой работе, персональной работе, что они, как меня назвали сами, как белого папуаса. Ты сам у нас папа у Новогвинеец, не каждый папа у Новогвинеец умеет делать сейго, саговую муку, я умею. Не каждый папа у Новогвинеец умеет ходить на охоту, я это умею. Не каждый папа у Новогвинеец умеет управлять канолой, так как я умею. Это все дело знает и сам премьер-министр. Ну, Господи, говорит, конечно же, ну как ты, если сам папа у Новогвинеец, ну ладно, ты русский, конечно же, но мы, безусловно, с тебя воспринимаем как своего и окажем всю необходимую поддержку для выстраивания отношений. И здесь, конечно, надо использовать эту возможность и понимать, что ею уже пользуются очень многие страны мира для выстраивания этих отношений. У нас произошло много интереснейших встреч. Я вам должен сказать, у нас произошла встреча и с Мадангом, с губернатором Маданга. Он пригласил меня в качестве почетного члена города региона Маданг. Я теперь являюсь почетным членом региона, не просто города Маданга. И помимо всего прочего, предложил взаимодействовать с Санкт-Петербургом. Сейчас самая главная новость. Мы отправляем письмо на имя губернатора Санкт-Петербурга от губернатора Маданга о взаимодействии и налаживании контактов с целью того, чтобы сделать города побратимы. А второй момент с целью того, чтобы пригласить делегацию уже, возможно, губернатора в феврале 2024 года. Это уже официальное письмо, официальное приглашение. Будем надеяться, что оно будет рассмотрено. И наши власти не только благодаря инициативе ученых и людей будут налаживать дружественные отношения с теми странами, которые дружественно относятся к нам. И помимо всего прочего, у нас точно также есть хорошая перспектива взаимодействия в экономической сфере. Они приглашали для того, чтобы наш бизнес, занимающийся в области деревообработки, нефтедобычи, в области добычи рыбы и уловы рыбы, переработки этого всего, работая в инфраструктуре, работали там. Великолепная возможность развивать не просто свое влияние, еще и зарабатывать деньги. И, конечно же, если мы имеем эти нормальные, хорошие, дружественные связи, надо их использовать, а не пенять на газеты, в которых написали, что украли профессора бедного, который не знал, что нужно 100 долларов заплатить для того, чтобы все было хорошо. И он очень удивленный был, почему же так не происходит. Ну, газеты подсхватили. Вы знаете, бывает, есть у нас интересные специалисты, которые пытаются поднять свой пиар как автора, написать о чем-то известном плохо. Это многим более читаемо, чем правду. Так вот, я вам должен сказать, что то, что мы вам сейчас покажем в виде фотографии, вы видите правду, никакая вам пресса никогда не покажет. И здесь, в Интерфаксе, вы сейчас впервые это все дело увидите. Смотрите, это у нас регион Маданг. Я сделаю небольшой обзор. Вот, вот это Джеймс Марапа. Это как раз вот три дня назад, четыре дня назад мы встречались на этом парламентском завтраке. И Джеймс Марапа действительно вносит значимый вклад в развитие дружественных отношений, проявляет инициативу. Здесь у нас потомки с берега Маклая, которые меня встречали. Не празднично, как я вам сказал, специально, чтобы я просто проник в реальную жизнь. Жил там великолепнейшим образом. Вот такой вот вид. Дальше давайте смотреть. Вот то издание, о котором я говорю. Вы посмотрите, какие иллюстрации. Это первая хижина Миклуха Маклая. Это наши друзья-потомки, те, кто встречался с Миклухой Маклая, они видят, как это все дело устроено. Сейчас, благодаря вот этому изданию, мы договорились о фестивале. У нас 17 июля проходит День этнографа. Так вот, 17 июля дружественная Папула Новогвинея «Открытые сердца. Фестиваль имени Миклуха Маклая». В 2024 году назначена дата для проведения фестиваля. Я вам должен сказать, что все это, благодаря точно так же и этому изданию. То есть, Миклуха Маклая своим изданием показывает положительный имидж Папула Новогвинеи. Потому что смотреть и читать некоторые заметки, не всегда обоснованные, не всегда есть правда. Вот, надо правду читать. Давайте. А переведена эта книга? Она по-класски. Книга не переведена. Я вам должен сказать, что они читают превосходно на английском. Несмотря на то, что у них есть 829 зарегистрированных языков. И сейчас это точные данные. До этого я говорил 867. Это новая информация. И она не переведена. Мало того, это издание передало в австралийскую библиотеку, Митчелловскую библиотеку. Ой, прошу прощения, Сиднейскую. Сиднейского университета, где хранятся некоторые коллекции Миклуха Маклая. Они были бы рады получить это издание на английском языке. А ведь это влияние и возможность именно России представить уникальнейшую работу в доколониальный период. Описание всего этого региона у Миклуха Маклая 150 было путешествий. Это серьезная работа. Там 3500 страниц. Это несколько миллионов рублей. Но это не несколько миллионов рублей. Это несколько миллионов возможных положительных отзывов и нормальных различных отношений не только здесь, в Папу-Новой Гвинеи. Потому что это будут заказывать все университеты, которые занимаются Южно-Тихианским регионом. Независимо от страны. В пополнение библиотечного фонда. И, конечно же, вот эту работу, если кто-то, точнее не кто-то, кто-то будет оплачивать, потому что фонд Миклуха Маклая не в состоянии делать международную политику за свой счет, то тогда мы сможем это и реализовывать дальше. Вот это мы смотрели фильмы, и это мемориалы Миклуха Маклая. Со своей стороны они сделали, и они очень благодарны тому, что Миклуха Маклая помнят и в Санкт-Петербурге, назвав набережную Миклуха Маклая. Но этого недостаточно. Надо музей создавать. Извините, вон у меня сколько коллекций привезенных. И артефактов уникальнейших, которые мы демонстрировали. Потрясающим образом программы, которые проходят образовательные, мы представляем и сохраняем их культуру. А помимо того, что их культура, мы показываем, как мы умеем с этим работать. Работаем с этим как с научной коллекцией, изучая ее, так и с образовательной целью для молодых людей, которым продвигаем гуманистические идеалы Миклуха Маклая, гуманистические принципы о равенстве рас и народов. Мы говорили о национализме или о проблемах с этим. Вот Миклуха Маклая первый поднял этот вопрос. Вы знаете, на своей практике он свой череп отдал ради науки показать, чтобы папуасы и белый человек, он абсолютно идентичен. На практике он показал, а не на словах. И этот череп хранится здесь, между прочим. На Васильевском австралии в концкамере, не забывайте об этом. Это единственный официально переданный. Дальше у нас по поводу образования исследование проводилось. Давайте мы будем листать быстрее, потому что... И вот видите, и рыбак, и хижина. И вот здесь вот мы переходы невероятные делали. И помимо всего прочего, еще и получали советы от старейших. Ну, посмотрите, какой вид прекрасный. Это Папуа Новогвиней, тропический лес. Давайте дальше. Это не тропический лес, это озеро Кутубу. Ну, рядом тропический лес. А вот это мистер Лоренс, превосходнейшее знание английского языка, превосходнейшее знание легенд, превосходнейшая возможность получить отдых как турист. Вы не поверите, что там. Я рядом, находясь в хижине, отплыл буквально на каное несколько сот метров и оказался в великолепнейшем отеле. Да, там, конечно, может быть, нет супер всяких условий, как мы, может быть, привыкли, но там такой вид захватывающий. Ты находишься в центре озера, в котором 12 эндемических рыб, в котором в 50 метрах птица, райская птица, в которых непосредственно казуар тут же бегает. Каким образом тут же змеи невероятные, но не ядовитые, попугаи, волоби, кенгуру. Я кенгуру, вот древесное кенгуру в руках держал, чтобы вы просто понимали, это все там. Ну, как это можно не посетить-то? Ну, в конце концов, бояться какой-то статьи про профессора, который 100 долларов не захватил для того, чтобы просто отблагодарить людей, которые приехали. Ну, это же… Ну, почему нет? Хорошо, не будем. Делали каноэ. Ну, посмотрите, вот разные типы каноэ. Каким образом они делают? Прямо в джунглях они делают каноэ и потом спускают их. И изготовление этой каноэ традиционно очень удобное. Вы знаете, они выбирают по толщине дерева, то есть, соответственно, в зависимости от возраста. Но название дерева у меня будет описано в статье специально, потому что только есть на языке фои. На языке фои говорят на озере Кутубу, на языке бонгу говорят на озере, не на озере, на Новогвинейском море, это в берег Маклая. Вот здесь вот мы сейго делали, сага, саговая мука с группой моих соплеменников практически. Давайте следующее посмотрим. Вот женская работа. Как они делают сага? Прямо женская работа. Вот мы думаем, что женщины, вот у нас не выполняют тяжелую работу. Да выполняют, да еще и какую тяжелую. И в деревнях наших точно так же выполняли. Это есть возможность, кстати говоря, вспомнить. Очень похожее устройство и в деревнях. Давайте посмотрим дальше. Ну вот здесь, это я уже делаю эту работу после небольшой тренировки. Да, да, саговая пальма. А вот это длинный дом, мужской дом. Здесь внутри находятся костры, и здесь находятся только мужчины. В небольшой постройке рядом находятся женщины. Вот именно в Кутубу, на озере Кутубу, можно пять жен иметь спокойно. И они живут в маленькой хижине, а мужчины в большой. Но это было раньше. А сейчас мир меняется, и они во многом литеране, католики. И, конечно же, поддерживают семью, традиционно имея одну супругу. Однако есть исключения, которые в православии нет. Хотя православная миссия также при моей поддержке была в Папу-Новой Гвинеи. Несколько православных у нас там есть. Я не знаю, где они сейчас затерялись. Может быть, они найдутся у нас через некоторое время. И они делают очень интересно. У одного из моих приятелей, которым мы там познакомились, у него 20 жен. Я говорю, ну как же так? Как же ты успеваешь с ним? А это не представляешь, Николай, какое влияние? Я же в каждой деревне, имея жену и детей, я вначале не очень понял, в чем влияние. И тут у нас застрял один мотор. Мне нужно было доставить мотор из порта Морсби. Его не пропустили. И тут я звоню ему, говорю, слушай, ну как мы можем там решить этот вопрос? Подожди секундочку, через два часа звонит. Говорит, мне только что жена отзвонилась. Она находится сейчас уже в порту. Сейчас будет решать вопрос. И тут я понял, какое влияние. Очень удобно. Вот таким образом коммуникации они настраивают. Вот это озеро Кутубу, видите, не так-то и жарко. 20-25 градусов, не так жарко, как сейчас в Санкт-Петербурге. Вот, а вечером и холодно. А вот это вот костюм, который можете наблюдать. Если София Евгеньевна согласится, то мы можем ее облачить сейчас. Вот. Это черепа. Ну как не забыть про них? Ну давайте обратно к черепам-то поподробнее. Почему мне и посмотреть-то? Это, я вам должен сказать, смотрите, гробы сзади, а здесь черепа. Это их традиция, не надо пугаться этого. Мику Хамакай, когда ездил в свою экспедицию, чтобы вы просто понимали, он медик. Он, когда его подруга умерла, взял череп ее и сделал из нее лампу. Ничего страшного. Ну были такие времена. Воспринимал таким образом. И очень удобно. И память о ней, и лампа красивая. И поэтому и среди ученых, и в Европе, и в России, и такие вещи происходили. Ничего страшного нет. Есть просто момент восприятия. Вот они боялись закапывать людей в землю. Они не знали, что с ними происходит. А вот этих людей, своих предков, они видели, они спокойны, что они спокойно здесь лежат. Поэтому у каждого есть свое восприятие. Но вот рядом, например, там есть даже надписи, которые сделаны из крови тех, крови врагов. И такое было. И вот это все удалось зафиксировать. И каждую легенду. Сейчас этого нет. У нас тоже многое поменялось за последние 100 лет. Это у них за последние 30-40 лет. И вот эта возможность, это все дело зафиксировать, фантастическая возможность, конечно. Я благодарен той поддержке от премьера Папунова в Гвинеи, от людей, которые мне помогали, осуществляли. И еще это благодаря тому, что мы показывали вот сами вот эти вот экспонаты, которые я привез. Я вам сейчас покажу. Они подарили экспонаты специально для нашего российского музея. Вы смотрите, какая у меня из казуара-то. А вот это, посмотрите, вот это вот, это озеро Кутубу. А это совсем другое озеро. Под названием... Сейчас, это одевается через голову, но я не буду это одевать. Это называется Губу-Губу. И ты вот так одеваешь. Это доступно только Бигмену. Когда я одену среди папуасов это все, они поймут, что это... Сперий, не какой слой. Это Бигмен. Бигмен – это большой человек. Вот. У нас у всех разные восприятия. Вот у папуасов, если я это одел, все. Дальше берем барабан. Смотрите. София Евгеньевна, можно ли подать барабан мне? Можно не вынимать вообще до конца пресс-конференции. Просто сидеть буду с ней. Смотрите. И... Это кожа зеленого питона. Специально барабан выдолблен, внутри прожигается. У нас всего два таких вот барабана. Точнее, три барабана. Один, который привез Миклуха Макай в кунсткамере. Два у меня, которые мы также демонстрируем. Вот это вы можете видеть сейчас, те экспонаты, подобные как в кунсткамере. Даже вы создадите реальный музей. А вы знаете, мы сейчас создали музей онлайн. Мы надеемся только на меценатов. Те люди, которые неравнодушны и хотят помогать, они смогут это сделать. Коллекции эти все есть. И тогда это сможет действовать и в образовательных целях. Общения, где вы будете выбирать? В Петербурге, в Москве. И обещали ли вам? А вы знаете, тот... Обращались ли вы к властям? К властям мы обращались некоторое время назад. Мы не получили отклика. Но дело в том, что времена отменяются. Как и в Папу-Ново-Гвинеи. Вот сейчас мы видим, что благодаря нашей коллекции, благодаря нашей работе выстраиваются международные связи, позитивный имидж, хорошее отношение. Может быть, соответственно, подумают и о том, чтобы выделять помещение. Это же, извините, пожалуйста, не для проживания, а для того, чтобы люди посещали, узнавали об уникальной культуре. Если наши власти смогут это все сделать великолепно, не смогут, ну, соответственно, мы не будем иметь музей имени Миклуха Маклая и не будем иметь представления о Южно-Тихьянском регионе в наши дни. А вот это, как вы думаете, что? А вот этим вот кору дерева мы берем, отбиваем и получаем вот такой вот наряд. Вы представляете, это все из натурального, это вот из кори дерева. Отбили и получили. Это в одном регионе озера Кутубу. А вот это вот во время инициации в форме фаллоса. Это сила тех мальчиков, которые становятся, обретают право на то, чтобы ее носить. Это те, кто прошли инициацию. Мне удалось впервые описать все процессы инициации. Инициации посвящения мальчиков мужчины. Попуасы не все знают ее. Вот это очень серьезная, интересная вещь. А вот это из другого региона. Представляю уже. Вот Олег Пиркалабекович, может быть, помнит, это котека. Значит, превосходная вещь. В зависимости от размера носится мужчинами для подтверждения своего серьезного статуса. Одевается на детородный орган. А вот эта вот сумочка. Тоже полностью из натуральных материалов. И в разных регионах разная. А вот эта вот другая. И я вам должен сказать, что, конечно же, вот эта вся коллекция. А вот эта вот, как вы думаете? Вы думали, это палка-чесалка? Ну, вот так вот мы думаем. А по-настоящему это ложка? Как вы думали? Просто надо себе побольше положить? Если бы вы видели, какие порции они кладут в себе. Просто великолепно. Это все. Чем отличается коллекция? Мы можем купить, пойти и сувениры. Все это и с известным бытованием, с известно, откуда это передано. Мало того, с фактом передачи и сейчас с налаженными еще и связями с научным сообществом, с документами о передаче каждого предмета. Сейчас есть очень большая реституция музейных ценностей, когда запрашивают то, что музеи во время колониальной политики непосредственно изымали у народов. Так вот мы сейчас знакомим народы с теми предметами, с теми коллекциями, знакомим с их культурой, сохраняем их культурой, налаживаем межкультурный диалог именно благодаря тому, что у нас все это официально и безвозмездно передано. Вот это пример того, что сейчас мы можем показать не только для международного сообщества, а показать вектор работы, когда ты начинаешь работать вместе с людьми, которые сами готовы и желают это отдать. А каким образом они желают? Они видят результаты. Мы показали онлайн-музей Миклуха Маклая. Они посмотрели, увидели свои коллекции. Мы хотим туда. Мы хотим в этот онлайн-музей. Мы хотим, чтобы наши предметы были там, и чтобы весь мир знал об этом. Вот таким вот образом. И теперь пришло время на переодевание. София Евгеньевна, сейчас я вам покажу, как эта процедура начинается. Ну, во-первых, вот эта вот сумочка, неотъемлемая часть. Женщина всегда что-то должна носить. Это все из натуральных абсолютно материалов. Мы начинаем с... София Евгеньевна, не могли бы сюда поближе ко мне? Начинаем вот с этого украшения. Ну, во-первых, оно так немножечко покрывает здесь грудь. Вот, можно ли... Сейчас мы дальше начинаем одевать Софию Евгеньевну. Это вся юбка, которая для Софии Евгеньевны. Это хватит, больше ничего не требуется. Вот, значит, она одевается... Обращаю внимание. Ничего, пусть лежит тут. Спереди низкая. Спереди вот эта вот короткая часть. А сзади уже более длинная. Давайте через голову юбочку. А так она завязывается обычно. София Евгеньевна у нас миниатюрная, поэтому она легко... Легко влезет в любую юбку. Так. Это ремешок тоже. Ремешок, поясок. Теперь дальше начинаем. София Евгеньевна, подходите ближе к кому. Подойдите ко мне ближе. Я вас сейчас одену. Вот вы никогда не думали, что я буду одевать коллегу. Вы понимаете, да? Вот. Не надейтесь. Это я неправильно одел. Ну, я же не так же не одеваю, но я показывал. София Евгеньевна, вот это вам... Потренироваться могли бы, да. Так. Все это при... Жиле. Там аклоут. Там аклоут. Ну, черная юбка прикрыла. Так, секундочку, София Евгеньевна. А нам тогда... А вот это вот украшение, оно сверху. Мы сейчас... Мы сейчас будем вот такое, да? Можно вот так. Не надо. Ну, давайте. Давайте. Вот так вот. У меня аж дрогнула рука. Думаю, что... Ну, может, материал на зону. Давайте. Так, теперь. Давайте-давайте ближе ко мне. Я вас все поправлю, не буду. Все, вас потолку. Не-не-не, стойте, стойте. Еще рано. Вы что думаете? Она еще не одет? Да, самое главное. А теперь смотрите, что мы дальше делаем. Сумочка-то нужна ей. Что, она, в упаковке? Конечно, да. Теперь смотрите, как она одевается вот так. И вот таким вот образом. Ну, что, закрывать? Закрывать, закрывать. Именно в регионе озера Кутубу женщины были закрыты, не показывались, никогда не могли встречать чужими мужчинами. София Евгеньевна? София Кривина? А вот это моя сумочка. Подождите, это замуж не женщина? А как же она замуж выходит, если лица не... А вот в этом регионе родители договариваются. Родители договариваются. Ну, смотри, мы посмотрели. И все. Так, извините. Выходите сюда. Выходите. Выходите. Сейчас. Так, опускайте ручку. Смотрите, ничего не упадет. Во-первых, смотрите, с одной стороны это как кулахи. Во-вторых, сумочка другая, мы положили все, что можно. Здесь у нас украшенный ремонт. И здесь у нас все прикреплено. Смотрите, обратите внимание, все прикреплено иззади и спереди. И теперь вот этот полк в руку. И вот таким вот образом на зелье специально в полице отбивается кора. И вот таким образом на изготовление. Вот это изготовлен буквально 4 недели назад. И вот 4 недели назад. Это и дело. Это новое. А изготовлено? Вот эта часть наушная. Изгадра. Да. Корридеи у меня все записаны на 12 минут. На местном муниципе, на плане. Это мы перейдем. Самое главное, что это не сложно. И можно продолжать. То есть есть вдруг что, а вот это из образуала. И вот, соответственно, наша встреча. Да, вот наша встреча на подиаре культуры. Я подхожу, говорю, значит, пожалуйста, не хотите себе познакомиться. И София Ильина говорит, а почему бы нет? И тут мы возникаем. Для родителей. Для родителей. Для родителей. Да, но, кстати говоря, есть браки. Даже если родители против. Есть. Но в этот случай, когда родители окажутся заушниками, они должны вот именно на озере Кутугу выплатить определенные подарки. Вы можете играть именно со стороны матча. Поэтому старайтесь смотреть за матчами. Но сейчас меняется, например, меняется время. То, что мы сейчас с вами демонстрируем, через некоторое время, я уверен, мы не сможем даже увидеть в этом регионе. Выкуп сделать. Выкуп? Да. А за кого? Ну, за невесту. Я? Да, там. Вы говорите, надо сына. Но если ты, так, вы же там можете жениться? Да, вы не забыли, я битмэр. А, битмэр. Мне покупки не надо, у меня стоят. Я убираю. Но я на это уже не запускал, как работал. А вот если сын мой, как лучше, поехать туда, то мне придется взять в банк с ней, плюс еще что-то хорошее, отходы для бракутина, кстати говоря, я люблю. Все это можно приобрести. Согребение есть. Не могу. Хорошо. Для вас все это будет. Да. Понимаю. Все. А у меня есть подвески? Нет, это на городе. У него прямо одевается. А подожди он, как раз. Он великолепен, он защищает от разных. То есть это нормальная, это кажется, что не на городе, это кажется. Они ходят в этом постоянно. Нет, это на кайф. Вот это в случае не замахаемое, это не замахаемое, все это полностью. Да. Полностью. Да. Да. То есть, по-последствии, если я не спалил, если два раза он страниц нет, потому что на трансляции двух не смешало. Все. Идем обратно. Извините, что я больше... У нас есть вопросы, Николай Николаевич. Скажите, пожалуйста, насколько развит туризм в Папуа, в Новой Гвинеи? И какие советы мы могли дать тем, кто хочет самостоятельно изучить страну и ее культуру? Советы самостоятельно изучать страну не нужно. Нужно изучать по маршруту, который предоставит фонд имени Миклуха Маклая, для того, чтобы безопасно, красиво и хорошо насладиться всем многообразием этой уникальной страны. Планируете собрать такую какую-то группу? У нас есть возможность обращаться в фонд имени Миклуха Маклая, получать визовую поддержку, для того, чтобы россияне получили визы за несколько дней. Помимо всего прочего, давать возможность контактов и обеспечивать безопасность для всех туристов, которые отправятся в Папуу Новую Гвинею. Есть ли в этой стране русское эмигрантское сообщество и доводилось ли вам общаться с его представителями? У нас есть один из представителей, который переехал в 90-е годы, организовал там группу компании «Витязь» и занимается своим бизнесом. Он женат на Папуу Новую Гвинейке, у него все достаточно хорошо, я насколько понимаю, и мне не удавалось с ним общаться, я не общался, у нас другие были интересы, поэтому мы не встречались с ним. Скажите, пожалуйста, следует ли российским абитуриентам и студентам рассматривать университет Папуа-Новой Гвинеи в порт Морсбе как потенциальное направление для получения высшего образования? У нас хорошее высшее образование, конечно, в России, но если хотелось бы понятие окунуться в эту атмосферу, то я вам должен сказать, что они будут получать образование от австралийских профессоров. Австралийцы преподают для Папуа-Новой Гвинейцев. Скажите, а сколько языков насчитывается на сегодняшний день на территории Папуа-Новой Гвинеи и сколько из них находится на грани исчезновения? 829 зарегистрированных языков, 867 было до этого, значит, соответственно, мы видим потери. Второй момент, они говорят на английском языке, и это язык образования. У них есть язык международного межплеменного общения Токписин и свои языки. То есть вы понимаете, что человек знает 3-4 языка минимум. Каждый Папуа-Новый Гвинеец – это норма. Папуа-Новая Гвинея была колонией чьей-то, и, как вам кажется, сегодня оказывается решающее политическое влияние. Кто влияет на это и в какой степени открытой страны к культурным контактам? Ну, пример министра Джеймс Марапа показывает своим примером, что за последнее время страна имеет и приглашает инвесторов, и именно экономическая часть влияет на развитие страны. Я надеюсь, что сейчас она будет развиваться более серьезно, получая инфраструктуру. До этого это была колония Германии, после этого под протекторатом Австралии до 1975 года. Соответственно, первый флаг, который был поставлен в Папуу на острове Новая Гвинее, был флаг российский, русского ученого Николая Николаевича Миколухомакай 1871 года. Но не как флаг колониализма, а как флаг России и российского ученого, который до колониализма в 1884 году прибыл туда. И потом в дальнейшем боролся за независимость Папу на Новая Гвинее. Какие отрасли были бы интересны нашим инвесторам? Нашим инвесторам не знаю, какие отрасли интересны были бы, в зависимости от их возможностей. Что можно предложить Папуу на Новая Гвинее? Сразу скажу, это все, что связано с добычей леса. Я вам так скажу, что следующее место после России по добыче, по объему леса, это Папуа на Новая Гвинее. Страна в десяток раз меньше, а леса почти на уровне России. И качество в некоторых случаях выше, потому что там многовековой лес. Все, что связано с тунцом и рыбным хозяйством, это, конечно, интересно. Все, что связано с производством и переработкой, потому что именно производственные мощности – это то, что может быть ценно и интересно. Страна продает очень много кофе. Это, безусловно, хорошая индустрия для взаимодействия и сотрудничества. В стране нет развитой инфраструктуры. У нас есть и железнодорожный опыт построения железных дорог, интеграции, строительство других дорог. Это все дело точно так же возможно. И все эти инвестиции, как мы понимаем, в стране, которая действительно имеет и самый богатый потенциал природных ресурсов в этом регионе, самый богатый. Я вам должен сказать, что положительная сальдо по отношению к Китаю у них в экономической сфере. Что это означает? Это означает, что они Китаю продают больше, чем покупают. Это прецедент. В три раза больше нефти они стали продавать за последний год Китаю. Компания «Тоталь» – жиженный природный газ – непосредственно раньше хотела работать с процентным отчислением порядка 30%, но это колониальный процент, и они изменили на 45% плюс распределение прибыли. Вот это изменение, экономическое изменение в сторону большего отчисления государству дает возможность на определенную независимость. Поэтому влияние за счет того, что есть много разных стран, которые там работают, в Папуло-Новой Гвинеи, оно дифференцировано. Не существует локального влияния австралийцев или только американцев, которые, кстати говоря, сейчас там строят, например, базы. Точно так же и австралийцы до этого. И здесь надо рассматривать и делать первые шаги. Первый шаг был когда-то сделан, мы открывали российский кабинет в 2018 году. Но сейчас, надеюсь, дальше будет продвигаться. Скажите, какие существуют инициативы по сохранению коренного наследия? Вот правительственное и неправительственное? Коренного наследия. Значит, коренного населения или наследия просто нашего? Да, у нас существует, если мы говорим о наследии со стороны российской, то их не со стороны правительства, а со стороны самой инициативной группы и губернатора Маданга, они предложили провести фестиваль имени Микуха Маклая, связанный именно как раз со своим героем. Микуха Маклая не считает своим героем. И со стороны государства они получают возможность дополнительного образования, начиная с трех лет, у них обучение английскому языку, сохранение дополнительных программ, я не могу вам сказать сейчас, дополнительных программ. Пожалуйста, а были ли в современной истории Папуа-Новой Гвинеи попытки создания единого попуасского языка? Единого попуасского языка, ну, эта попытка осуществлена, это язык Ток-Песин, это единый язык межнационального общения, да, язык Ток-Песин. Дорогите, пожалуйста, как обстоят дела с интернетом, по-моему, в Гвинеи, и как вы использовали ноутбук, чтобы показать, что это в оригинале? Ну, существует облачное хранение. Если вы хотите им пользоваться регулярно, то цена интернета у вас будет очень дорогая. Порядка 50, 60, 70 тысяч рублей, потому что любая подзагрузка, не забывайте, любой мегабайт – это деньги. Если вы его отключаете, то интернет может быть доступен в обычном режиме порядка 5 тысяч рублей. Если вы активно пользуетесь или решили послать файл, то это 40 тысяч рублей. Бензин стоит 125 тысяч рублей, а рыба стоит 30 копеек. Очень все по-разному. Поэтому страна сейчас в очень интересной ситуации, развивающейся. Пожалуйста, как вам удалось стать старейшиной Тама-Бора? Какие обязанности и привилегии предполагает этот статус? И значит ли это, что у вас теперь есть родственники среди попуасов? Ну, старейшиной, так я вообще-то уже не настолько молодой, хотя мы смотрим, если по возрасту мне сейчас будет 50 в сентябре. Поэтому можно бы уже и становиться. Это с одной стороны. А во-вторых, конечно, делами. Если ты делаешь для этого клана, для этого народа что-то, то, что они ценят, значит, ты становишься человеком, которого они уважают и которого они приглашают. Я считаю, что благодаря их инициативе и моей работе осуществились положительные сдвиги. Мы больше знаем о Папу Новогвинеи, мы больше понимаем, что нужно быть в некоторых случаях терпимым, потому что есть существуют разные традиции. И это причина, почему они меня сделали старейшиной, которая может влиять, просить их о чем-то. И, соответственно, я привез им свои какие-то гаджеты как подарок для того, чтобы они пользовались, и была у меня с ними связь. Семьи у меня с точки зрения родственников там нет. Но очень многих начали называть именами и Николай, и Маклай. Поэтому, если вы приедете и увидите там и Николаев, и Маклаев, я к этому не причастен. Не ищите сходства. Еще такой вопрос. Скажите, неужели в этнографическом музее или в Кунсткамере нельзя зал посвятить Папу Ановой Гвинеи? Руководитель Кунсткамеры Головнев, он может ответить на этот вопрос. В заключение, что вы хотели? Я хотел бы сказать, что у нас есть по итогу экспедиции большой плюс. Есть возможность пополнить коллекцию, я приглашаю к последующему просмотру. У нас есть инициатива развития городов-побратимых. И у нас есть возможность наладить экономические и дружественные культурные и гуманитарные связи. Фактически, потому что губернатора Санкт-Петербурга ждут в феврале. Будем надеяться, что у него будет на это время. А с точки зрения научной, я хочу поблагодарить Институт Востоковения Олег Перпилабегович, потому что инициатива, кстати говоря, по возрождению центра. Это была с его стороны, когда-то он меня пригласил быть руководителем этого центра. И я рад, что у нас сейчас команда, которая именно и в общем отделе тех людей, которые заинтересованы, инициативны и готовы действовать. Нам немножечко нужно побольше меценатов, поддерживающих наши экспедиции, по причине того, что уж очень стали они дорого стоить. А в остальном мы справимся и будем действовать во благо науки и человечества. Огромное спасибо вам и всем, кто подсоединился, и особенно Олег Беру Колобековичу, за то, что вы поддержали эту инициативу. И у нас теперь существует такой центр изучения Южно-Техоокеанского региона и центр Микруфа Маклая. Спасибо большое. Новых встреч, новых замечательных впечатлений и новых связей с этим уникальным регионом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok